С первыми признаками весны и до наступления осени здесь, в заповеднике Поленово, цветет великое множество самых разнообразных растений. И в полях, и на клумбах, и в оранжерее. Есть чем похвастаться. Жаль только, что видео пока не позволяет передавать запахи. Далеко, направо от аллеи, минуя село Бехово, простиралось крестьянское ржаное поле. Узенькая тропинка в Оржи, клонившая спелый колос к синим василькам, была одним из любимых мест прогулок детей, тонувших в высокой душистой ржаной прохладе. Так вспоминала годы своего детства старшая дочь Василия Дмитриевича Екатерина. И, правда, говоря о нашей усадьбе, невозможно не сказать о цветах. Рядом с Тарусской просекой, прорубленной в 1906 году, находится так называемая Уборова гора. Это название дал ей Дмитрий Васильевич Поленов. Выпускник Естественного факультета Московского университета. Он прекрасно разбирался как в садовых, так и в полевых цветах. Он был поражен ценообразием и красотой флоры этого уголка усадьбы. Такая флора свойственна обычно горным местностям. Отсюда и название – Уборова гора, то есть холм, покрытый цветочным убором. Весной здесь цветут ландыши, фиалки, горные анемоны, ветреницы, незабудки, орхидеи, венерин башмачок. Всего не перечислишь. А теперь началось лето, и значит, скоро зацветут зверобой и дикая мальва. Уже при Василии Дмитриевиче в усадьбе появилась оранжерея. Традиции выращивания оранжерейных цветов и растений живы здесь до сих пор. Прямо сейчас у нас цветут колиусы, герани, бегонии и петунии. Но этого нашим садоводам мало, поэтому не удивляйтесь, встретив здесь манго, киви, финики и даже ананас. И у главного дома усадьбы каждую весну наши сотрудники высаживают цветы. Мы закончили наше украшение совсем недавно. Так, на круглой клумбе вы найдете тюльпаны, восточные маки, флоксы друманда, лилейники. А у памятного камня растет куст магонии подуболистной. Полный список названий растений занял бы несколько страниц. Когда снова соберетесь в путь, приезжайте в Поленово. Каких цветов здесь только нет!